Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы начинаем разговор про главу Матод. И сначала я хочу вспомнить, когда, ну разумеется, в пределах времени Торы, когда нам приходилось воевать. Значит, те войны, которые вел праотец Авраам с коалицией там из пяти царей, освобождал пленников и так далее, мы пропустим. Почему? А это была еще не война народа. Это какие-то практически межсемейные разборки. Семья Авраама вела войну для освобождения своего родственника Лота. Дальше следующие военные действия, которые описаны в Торе, именно уже национальные. Это уничтожение египетской армии на берегу и в водах Тростникового моря. Но это нельзя считать полноценной войной, потому что нам было велено стоять и смотреть, как Всевышний будет воевать за нас. То есть это была не война народа, а война Всевышнего. Следующий раз нам пришлось брать в руки оружие против Амалека. После перехода Мертвого моря по дороге к Синаю поднялся Амалек, такой народ, и напал на наших отставших. И это была война, значит, велено было Егушуа собрать войско и идти против Амалека. Эта война была, по сути дела, спровоцированной Амалеком. Мы не нападали на Амалека. Амалек напал на нас, мы были вынуждены защищаться. И, как сказано в Торе, и низложил Егушуа Амалека острием меча. Разумеется, при помощи Всевышнего в ситуации, когда Маше, подняв руки, просил помощи с неба. Дальше почти 40 лет прошли относительно спокойно и мирно. И нам пришлось воевать с Огом и Сихоном, царями, чьи владения находились в Заре Орданье, когда, в смысле, на восточном берегу реки Ордан, к востоку от Ордана. И когда мы уже завершали свои странства по пустыне, нам надо было пройти через владение двух царей заяорданских – Ога и Сихона. И снова возникает ситуация. Эти цари собирают войско и нападают на нас. Мы вынуждены защищаться. И в этой защите мы уничтожаем, по сути дела, царство Ога и Сихона. И вот сейчас, в этом недельном разделе, описывается еще одна война. С вашего позволения, мы, наверное, на это дело посмотрим. «И воевали против Медьяна, как приказал Ашем Маше, и убили всякого мужчину. А царей Медьяна убили вместе с убитыми их, Эви и Рекема, и Цура, и Кура, и Рева, пять царей Медьяна, и Белама, сына Беора, это пророк, значит, убили мечом. И пленили сыны Исраэля, жен Медьяна и детей их, и весь скот их, и все имущество их, и все богатство их взяли добычей». Я обращаю ваше внимание на то, что Медьян с оружием не нападал на Израиль. Медьян совершил некую идеологическую диверсию, сманивая израильтян для поклонения Баал-Теору. И вот в ответ на эту идеологическую диверсию «Ашем приказал Маше отомстить Медьяну, выйти на войну против Медьяна». То есть, строго говоря, я не знаю, как с точки зрения современного международного права тянет ли история с поклонением Баал-Пеору на казус бейле, на повод для войны. Но, тем не менее, Израиль начинает войну с Медьяном. Значит, я обращаю ваше внимание на необычайный гуманизм, проявленный Израилем в этой войне. Дело в том, что войны, сопровождавшиеся захватом пленных мужчин, относятся скорее к римской эпохе. Вот в эпоху Рима, когда Рим воевал с окружающими странами, то, в общем, римляне не стремились всех убивать. Наоборот, они стремились мужчин и женщин пораженной страны увести к себе в плен и обратить в рабство. Вся экономика Рима была построена на использовании рабского труда. Так все было организовано, и сельское хозяйство, и строительство, все-все-все на свете в Риме держалось на труде рабов. В раншие времена, во времена, когда вот мы стоим на восточном берегу Иордана и воюем с Медьяном, подобная система еще не была распространена. И рабы, вот жители завоеванной территории особо были и не нужны. Война шла за ресурсы, за источники воды, за плодородные земли, за полезные ископаемые. Вот это был предмет войны. Это было то, чем компенсировали свои расходы победители. Рабы особо были не нужны. И нормальная военная победа сопровождалась уничтожением поголовно всего населения. И израильтяне проявили здесь невероятный по тем временам гуманизм. И это без шуток и без кавычек. То, что детей и женщин не убили, а взяли в плен для каких-то надобностей, это проявление необычного гуманизма. Ну, мужчин на войне надо убить. Руководителей, царей, конечно, тоже надо убить. А вот женщин и детей израильтяне не убили. и эта ситуация и разгневался Маше на командира войска глав тысяч и глав сотен приходящих из войска войны. И сказал им Маше, вы оставили в живых всякую женщину. у меня есть подозрение, что, может быть, военачальники, отправленные на войну, помнили такую вещь, что жена Маше и все его родственники по жене медьянитяне. И, так сказать, цепора, жена Маше, она дочка первосвященника медьянского и тро. И поэтому, может быть, военачальники решили сделать приятное Маше не убивать женщин. И тогда Маше, вот этот человек, который для нас является образцом во всех отношениях, он отдает совершенно страшный приказ, который в сегодняшнем понимании, иначе, как военным преступлением, назвать нельзя. Маше говорит, а сейчас убейте всякого мужчину среди детей, и всякую жену, знающую мужа на ложе мужском, убейте. Значит, в чем смысл этого приказа? Те женщины, по сути дела, женщины старше трех лет, потому что три года это уже время, когда девочка становилась невестой, ну, знающего мужа на ложе мужском, старше двенадцати лет. Значит, в двенадцать лет она уже взрослая, она уже выходит замуж. Пример наша Рифка. Так вот, почему надо убить всякую женщину, познавшую мужа? Она могла быть, и, скорее всего, была среди тех медьяниток, которые сманивали израильтян на служение Баал-Пеорух. То есть, это месть за попытку совратить израильтян. Почему надо убить всякого мальчика, даже самого маленького? Мужчина на иврите Захар однокоренное слово Захор. Помни, мужчина это носитель исторической памяти. Мальчики, которые вырастают, становятся носителями исторической памяти и, следовательно, могут инициировать месть Израилю. Это ни в коем случае нельзя допустить. А всяких детей среди женщин, которые не знали ложе мужского, оставьте в живых для вас. то есть единственное, кого можно оставить в живых, это девочек, ну, скажем, младше 12 лет. Они могут стать женами израильтян, следовательно, так как мы помним историю с Леей, с Рахелью, они становятся еврейками однозначно, жена еврея становится еврейкой. И здесь есть еще один момент. Жена Маше медьянитянка и оставив в живых девочек, следовательно, вы, взявшие их в плен, можете иметь жен медьянитянок. Значит, если вы помните, в книге Ваикра мы как раз обсуждали вопрос, что делать, если на войне ты увидишь пленницу красивого видом. Вот, она может стать женой. то есть подобно Маше и другие евреи могут жен медьянитянок себе довести, завести. И все бы это действительно выглядело исключительно как военное преступление, если бы это не был прямой приказ Всевышнего. 31-й перег начинается следующими словами. И говорил Ашем Маше сказав, отомсти месть сынов Исраэля от медьянцев, после приобщишься к народу своему. И говорил Маше народу сказав, снарядите из вас мужей для войска и будут на медьян дать месть Ашем против медьяна. Таким образом, мы видим, что эта война это прямой приказ Всевышнего. И это месть, которая приказана Всевышним. это месть связана с тем, что тот, кто оскорбляет Израиль, а сманивание на служение Баал-Пиору, это оскорбление Израиля. Но тот, кто оскорбляет Израиль, оскорбляет Всевышнего. Наоборот, тот, кто благословляет Израиль, тем самым опосредованно благословляет Всевышнего. И если задуматься над этой посылкой, то мы можем очень неплохо объяснить все, что происходит вокруг Израиля сегодня. Юрий, я дико извиняюсь, дико извиняюсь, на одну секунду я могу что-то сказать? Да, Чисто техническое замечание, смотрите, так получилось, что я не смогу выступить, потому что сейчас проводят заседание, и, короче, мне это неудобно сделать, поэтому давайте сделаем так, Юр, пожалуйста, когда ты закончишь свое выступление, закрой демонстрацию, нажми остановить запись и нажми на закончить заседание, дальше, я, блин, Эдер, сегодня вечером запишу свое выступление, которое мне, как мне кажется, очень интересно, по другой теме, о теме сдержания слова, теме честности человека, который говорит и выступает, очень интересное, я его запишу сегодня и добавлю к Юриному, я думаю, что все равно было правильно провести наше сегодняшнее заседание, потому что мы все очень рады тому, что доктор Юрий Ленис, наш дорогой Юр, он смог выступить и как бы сообщить нам. Хорошо? Все? Юр, слегка, что я тебя прервал, продолжим. Ничего страшного. Давай, пока. А теперь обратите внимание, что транслируя народу указания Всевышнего, Маше его меняет, что вообще говоря, не характерно для Маше. Он, Авет у Всевышнего, он его работник, Всевышний относится к нему как к своему ближайшему помощнику и не знал другого такого в Израиле, с которым Всевышний говорил лицом к лицу. И вот такое своеволие Маше, разумеется, требует объяснения. Смотрите, Всевышний говорит «месть сынов Израиля от медьянцев», а Маше говорит «месть Ашем против медьяна». В чем дело? А дело в том, что Всевышний говорит Маше, что после того, как ты разберешься с медьяном, приобщишься к народу своему. Эта формулировка в Торе означает «умрешь». Поскольку известно, что Маше не имеет права войти в землю Израиля, он должен умереть на том берегу Иордана раньше, чем народ Израиля начнет завоевание страны. И Маше боится, что если он сообщит вот эту фразу полностью народу, то народ, ну, скажем так, не очень захочет выйти на войну или не очень захочет одержать победу или всячески будет уклоняться от этого. Почему? А чтобы Маше пожил подольше, отложить вот эту месть медьянцев, поскольку это месть сынов Израиля, да, ну, так мы попозже отомстим, пусть Маше еще поживет и что-нибудь нам расскажет. И поэтому Маше говорит так, дать месть Ашем против Медьяна, чтобы евреи не думали, что это их личное желание, месть сынов Израиля, а чтобы они понимали, что это выполнение приказа Всевышнего. И еще один момент. Если посмотреть на евритский текст, то слово снарядите в Торе написано ахальцу. Так вот ахальцу это не просто снарядите, это еще и можно перевести как снимите. То есть выходя на эту войну нужно снять с себя все нужно снять с себя все эгоистические моменты, все, что человек думает про себя, чтобы у него осталось только единственное желание исполнить приказ Всевышнего. И еще один момент. Значит, давая указания о выходе на войну, говорит Маше, что не надо против Медьяна идти всем народом, надо тысячу на колено, тысячу на колено, по всем коленам Израиля пошлите для войска. И были переданы из тысяч Израиля тысячи на колено, 12 тысяч снаряженных войск. Вроде все хорошо, да? Мы привыкли к формулировке 12 колен Израиля, но один вопрос, а сколько же колен в Израиле на самом деле? На самом деле их 13, потому что Йосеф родоначальник двух колен. Значит, Яков родоначальник 12 колен, а Йосеф родоначальник двух колен. Значит, колено Ефраема и Минаша. Таким образом, всего вместе с коленом Леви в Израиле 13 колен, считая Ефраем и Минаша, как отдельные колена. В чем же дело? Почему здесь всего написано, передано из тысяч Израиля 12 тысяч снаряженных войск? Объяснение очень простое. 12 тысяч это 12 колен, кроме колена Леви. И они были переданы из тысяч Израиля. Они не хотели добровольно идти воевать, я уже сказал почему, чтобы продлить жизнь Маше. Но они пошли, что называется, по принуждению. Хочешь, не хочешь, а приказ Всевышнего надо выполнять. А вот тысяча из колена Леви пошла добровольно. Почему? А потому что про Леви написано так, что их любовь к Всевышнему превышала все остальное. Да, превышала их любовь к своей семье и так дальше. Поэтому 12 тысяч были переданы, они пошли, что называется, по призыву и тысяча из Левитов пошла добровольно. То есть всего с медьянами воевало 13 тысяч человек. Значит, на этом я закончил рассказ вот об этой войне Израиля и если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. У меня такой вопрос, откуда взялась это 13 тысячи, то есть мысли в тексте или в толковании, где мы находим? Значит, мы это находим вот где. 12 тысяч переданы по принуждению, а всего колен 13. И говорят наши мудрецы, что тысячи из колена Леви это были добровольцы, разумеется, мы помним, что колена Леви и их родоначальник вообще люди очень воинственные и помните, что они сделали с городом Шхем в свое время за Дину, то есть это было прямо вот такое побоище, поэтому они, конечно, не могли остаться в стороне. Есть такой мидраж, то есть вы говорите, где-то есть такой мидраж. Это устная тора, да, это мудрецы. Потому что сейчас не скажу, да, но их было 13 тысяч. Я могу сказать, кто из сейчас я вам наверное даже смогу найти это место. Нет. Это не обязательно, я вам верю, что вы нашли, что это есть. Значит, есть такое место, что тысячи из Леви пошли добровольцами. Меня вообще смущает, что в принципе левиты должны были заниматься храмом. Храма еще нет. Они не входят. Во-первых, храма еще нет. Есть скиния, храм. То есть когда организуется строй военный, то в центре находится скиния левиты и коины там ее обслуживают. А вот те, кто участвуют в войсках, это действительно 12 колен оставшихся, которые определенным строем с каждой стороны по три. То есть они воюют фактически. Вот это как бы добавка. Это походный порядок. Это походный порядок и войны. Не, 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 смотрите, это либо походный порядок, либо когда воюют весь народ. Вот все вышли на войну. Хорошо, но они не призываются, призываются, идут добровольцами. Левиты не служат в армии, они не призываются. Вот они здесь пошли добровольцами. Я нашел, это Раф Моше Шапира 19 век. Ну, значит, есть такое мнение, да, понятно. А теперь что касается Моше, то, что вы сказали, ну, это у меня там другое объяснение, я сейчас не буду говорить, но ближайшее объяснение из текста, мне кажется, что вот он как бы, то, что быть самовольным, это он не первый раз, он потом еще раз повторил, когда он заставил этих, те, кто хотели взять земли за Ирданией, пойти на войну, это он не спрашивал Всевышнего, это он сам решил. Это он сам решил, конечно. Вот это изменение Моше принимал решения самостоятельно тоже. Вот это только два раза он принял. Он их транслировал. Слова Всевышнего он транслировал. Он транслировал, да, но самостоятельно он принял вот эти два решения фактически. Потому что даже когда эти дочери Салхофада, он тоже спрашивал Всевышнего, то есть он всегда спрашивал Всевышнего, да. Единственное, что мне кажется, что повлияло, это вот пример Пенхаса, который как бы проявил инициативу и заслужил брить шалом. И это в конце концов Моше как бы понял свою ошибку в Меверево и везде, то есть что при всем, при том, что он раб Всевышнего, он все-таки как руководитель народа, приближаясь к Эрси Сраэль, когда надо заниматься политикой и все такое, надо брать на себя ответственность, к чему он не был готов, собственно, так же, как и Арон и другое все поколение. Оно не способно было... Совершенно верно. Да. И в этом как бы одна из причин того, что вот он так вот поступил, а вот то, что Месси, это да, вы правы, что вот женщину он тоже взял на себя, вот, видев пример Пенхаса, это еще дополнительное ему, так сказать, было разъяснение, как бы, да. Но тут еще, почему это Всевышний отомстил, а не только Израиль, потому что это было оскорбление самого Всевышнего, то есть он приравновал к Израилю. Я в прошлый раз говорил, что все то, что говорил Белам, это все фактически признание в любви Всевышнего, все эти благословения, которые он передает, как он стройный, как он красивый, это просто как мужчина, который говорит о женщине, какая она прекрасная, сравнивает с Широ Ширим, да, это настоящая любовь. И он приравновал, конечно, он приравновал тех, кто его совратил, это у него, конечно, и кроме того, что они, конечно, могли, эти женщины уже опытные, они могли вновь повлиять, так же, как и канаанцы, да, то есть к разврату, к служению идолам. Поэтому он как бы вместе с народом. То, о чем мы говорили уже. Да, да. Еще вопрос? Если можно, вопрос. Да, конечно. Правильно ли понимаешь, что после этого медианитяне еще не сошлись с исторической сцены? Сошли. То есть после этого все, они уже не появляются? Это уничтожение народа медианы, да. Окей, хорошо. И второй вопрос. Медианитяне были потомками Авраама, то есть это никакой не дало им поблажки, какого-нибудь смягчения? Судя по тексту Торы, не дало. Окей, спасибо. Ну, между прочим, уничтоженный город Шхем, как известно, был основан тоже Авраамом. Он там оставил своих учеников, которых вывел из Харана. Он пришел на место Шхем и оставил там своих учеников, дальше пошел сам по земле Израиля. то есть происхождение само по себе не гарантирует праведность. Окей. Еще вопросы? Да, у меня есть вопросы. Да, пожалуйста. Я, честно говоря, может быть, пропустил какой-то урок, где обсуждалось. Я не совсем понимаю, а зачем нужно было, чтобы народ Израиля сам своими руками побеждал, освобождал территорию. Ну, нельзя было освободить до их куда-то завести уже, ну, как мирных людей. Понятно. Значит, смотрите, это такой, я бы сказал, христианский посыл, что всеобщий мир, и лев ляжет рядом с ягненком, и, как говорил пророк Исаия, и потом эту фразу вырвали из контекста и перекуют мечи на плуги и копья на садовые ножницы и не будут больше учиться воевать. Это некий идеал, когда придет машина. Ситуация, которая тогда была в мире, подразумевала войны, защиту своей земли, защиту своего народа, отражение врагов. Так был устроен мир. Значит, если бы первые люди остались в Ганедене, выполняя все указания Всевышнего, наверное, бы воин в мире не было. Жили бы мы в Ганедене, и все было бы хорошо. Но в мире есть воины. И Всевышний ни в мире, ни из нашего народа не делает театр марионеток. Мы должны быть самостоятельными, сильными и умеющими себя защищать. При всем при том, что Всевышний, конечно, нам помогает. и помогает всегда. И эта помощь, знаете, современники шестидневной войны и войны Йом-Кипур называли победу Израиля в этих войнах не иначе, как Нес-Гадоль, великое чудо, совершенное Всевышним. Потому что по всем позициям Израиль должен был погибнуть. Но, тем не менее, мы победили. Так вот, конечно, для Всевышнего нет никаких проблем. Ну, например, взять и внушить фараону «Выпускай Израиль домой из своей страны». И мы бы вышли без всяких десяти казней, без всяких ужасов, еще бы фараон дал нам лошадей для успешного исхода и провизию на дорогу. Всевышний так не делает. Всевышний ставит нас в сложную ситуацию, когда мы должны, ну, сейчас не урок про исход, но там Израилю пришлось действовать самостоятельно и действовать, невзирая на опасность. Всевышний мог бы заранее освободить землю Израиля. Ну и, а завтра придет там, скажем, кто-то из Междуречия или из Египта, какие-то другие страны придут и завоюют Израиль и уничтожат его. То, что получено без труда, так же легко теряется. Поэтому Всевышний конечно помогает Израилю, но все и переход до Израиля, и преодоление всех препятствий этого перехода, и завоевание земли, и оборона земли от тех врагов, которые попытаются напасть. Значит, если мы с вами дойдем до книг судей, вы узнаете, сколько раз филистимляне пытались уничтожить Израиль. И каждый раз это была война, и это была победа. То есть мы должны быть сильным, умелым народом, который может все. И если есть враги, их надо побеждать. Я добавлю тут пару слов. пожалуйста. то вся идея Всевышнего создать человека свободного. Ему не интересно говорить с инкубарторами какими-то созданиями. Он хочет равные беседы. А свобода требует ответственности и того, чтобы человек научился ей пользоваться и при том верил. И в то же время пример с машином как раз это показывает, что при том, что Всевышний помогает, человек должен в моменте брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность. Совершенно правильно. Кстати, уход Маше и Аарона это не только неумение взять на себя ответственность, сколько еще более важный момент. Новое свободное поколение, не знавшее Египта, требует другого стиля руководства. И в частности стиль руководства Маше пригодный для поколения исхода уже не пригоден для поколения завоевания земли Израиля. Тов? Да, пожалуйста, да, конечно. Рад тебя видеть. Давай, Миш, я тоже рад тебя видеть. Когда я читаю то, о чем ты рассказываешь, историю, как Израиль отомстил медианам, у меня все время такое впечатление, что эта фраза это эвфемизм. Это в смысле кто должен был кому мстить. Кто тут обидчик, а кто обиженный. Эти медиане должны были мстить евреям за то, что евреи убили козырь бацур. И вся эта война это превентивная война. Сказано, что отомсти медианам имеется в виду не допусти, чтобы медиане не тянет, а отомстили тебе. если кому-то надо было наказывать, так это ма ветьян. Потому что ихнюю княгиню убили, княжну, и это могло вызвать месть. Очень может быть, что… Правильно. Весь этот поход – это превентивный удар, чтобы предотвратить месть медианитян, а не какое-то наказание. Ну и наказание все-таки тоже. Ну там все женщины совращали нас на волоктора. Это мавитянские женщины сейчас. Мавитянские женщины, не медианитянские. А никакого наказания мавитянским женщинам не было? Не было. А медианским было? Под горячую руку. Под горячую руку. Попались. Тов. Хорошо. Так, если вопросов нет, я останавливаю запись.